МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Многие это событие уже называют не иначе, как историческим. Впервые в Чувашии прошел чемпионат по тайскому боксу. Этот вид спорта в регионе начал набирать обороты 20 лет назад. Семимильными шагами любители восточных единоборств добрались до создания самостоятельной федерации. В республике она действует чуть больше года и уже замахнулась на масштабные соревнования. Хочется пожелать федерации тайского бокса плодотворной работы, чтобы были и последующие соревнования. А спортсменам хочу пожелать от всей души успехов в спорте. После чемпионата в Чувашской республике будут проходить также межрегональные соревнования. На первый в истории региона чемпионат по тайскому боксу съехались более 200 бойцов из Чувашии и Мариел. Поклонников этого вида единоборств в республике становится все больше. Увлекаются им совсем юные ребята. Некоторым мальчишкам еще не исполнилось и 10 лет. Тайский бокс многие называют жестоким видом спорта. В Чувашской федерации с этим категорически не согласны. Тяжелые травмы на ринге может получить только неподготовленный участник. Успешный бой – залог качественной работы с тренером. Турниры по тайскому боксу всегда проходят зрелищно. Во время схватки разрешены удары и локтями, и коленями. Именно эти правила отличают этот вид единоборств от других. Хотя по травматичности они не входят даже в пятерку самых травмоопасных видов спорта, которые в пятерку входят олимпийские виды спорта. То есть здесь смысл в чем заключается? Если, допустим, мы неподготовленных спортсменов, выпускаем по футболу, там никто этого ничего не заметит. Он просто его перебегает. Многие в тайский бокс пришли из других единоборств. Самбо – ушу. Успехи спортсменов не заставили себя долго ждать. Некоторые уже начали добиваться побед не только в России, но и за рубежом. Мы ездили на Кубок Победы, Кубок Кремля, ЦИФО. То есть у нас сейчас, конечно, такая обидная ситуация. У нас парень получил, мальчик вернее, получил травму, а был приглашен на первенство мира в Турцию по тайскому боксу. То есть 13-летний мальчик уже заслужил право в участвовать на чемпионате мира. Я думаю, за год это неплохо, это отличнейший результат для нашей федерации. То есть, значит, мы думаем, что мы движемся в правильном направлении. Но такого успеха было бы невозможно добиться без спонсоров. Под свое крыло федерацию тайского бокса «Чуваши» взяли в компании «Дорис». Именно при их поддержке прошел первый чемпионат и первенство, где принимали участие и марийские спортсмены. «УАО «Дорис» всегда поддерживает и поддерживал здоровый образ жизни. Каждый год на предприятии проводятся зимние и летние спортыкиады. В настоящее время в спортзалах «УАО «Дорис» проходят турниры по футболу, волейболу, настольному теннису, миллиардов. На протяжении уже 40 лет проходит зимний спортивный праздник «Волжский снеговик» для работников предприятия и их семей. Кульминацией этого праздника являются массовые лыжные гонки. Поддерживая развитие детского спорта в республике, «УАО «Дорис» в последние годы оказывает помощь Федерации тайского бокса. Несколько воспитанников этого вида спорта в настоящее время уже трудятся в нашем коллективе». Многим спортсменам в «Дорисе» помогли даже с экипировкой и формой. Федерации тайского бокса отмечают, что без их поддержки организовать такой турнир было бы нереально. Александр Васиков, геодезист предприятия «Дорис», увлекся тайским боксом еще в юности. Но из-за серьезной травмы колено о ринге ему пришлось забыть. Сейчас он больше тренирует молодых. Именно Александру выпала честь работать судьей на этом чемпионате. «Мы пропагандируем этот вид спорта. Он очень великолепен. Это как бы первый наш турнир. И, конечно, мы хотели бы, чтобы больше людей занимались этим видом спорта. И также мы выезжали на разные соревнования, чтобы наша Чуваша представляла Россию. И чтобы больше спортсменов стало из Чуваши. «Дорис» является генеральным спонсором. Он помог нам организовать этот турнир. Без него было бы очень тяжело организовать такое мероприятие. «Спорт мне помог укрепить дух, здоровье, дисциплину. Постоять для себя, для своих родных. Спорт надо заниматься. И всем молодым советую заняться спортом». Спортивная карьера этих ребят только-только начинается. Это одна из самых ожидаемых схваток турнира. О себе Махмудбек Мавланов заявил еще во время исполнения ритуального танца. Соперник Мавланову достался подготовленный. Точные удары, броски. Интрига, кто же одержит победу, сохранялась на протяжении всех трех раундов. Но воспитник чебоксарского клуба «Аполлон» все же уступил Махмудбеку. Почетное звание чемпиона чувашского первенства досталось именно ему. Женщинам тоже есть место в тайском боксе. Их схватка завершила трехдневные соревнования и, пожалуй, приковала к себе внимание всех зрителей. Первыми чемпионами первого чувашского турнира по тайскому боксу стали 37 человек. Именно столько комплектов наград разыграли на соревнованиях. Следующие турниры уже не за горами. Федерация тайского бокса имеет право проводить даже международные соревнования. Поддерживать инициативу молодой федерации в Дорисе рассчитывают и впредь. Дмитрий Ковалев, Андрей Спиридонов, Республика.